В московских школах и детсадах уже введены новые санпины для столовых. Скоро указы Роспотребнадзора долетят и до областей. Как восприняли новости в ульянских учебных заведениях и насколько благополучно обустроен быт в пунктах детского питания? Подробности в нашем материале. В Новый год с новыми правилами Роспотребнадзор приготовил обновленный свод санитарных норм для школьного общепита. Первые нововведения коснулись сервировки столов. Наконец-то алюминиевые ложки заменят нержавейкой, а старую фаянсовую посуду постепенно сменят одноразовая. Пока что поправки вступили в силу только в школах Москвы, но весть о новых стандартах качества уже получили руководители ульяновских школ. Владимир Абласов, директор губернаторского лицея, не видит проблемы в грядущем ужесточении правил. По его мнению, корректировки незначительные, соблюдать их будет несложно. Гораздо труднее контролировать качество пищи. Для этого даже создана прокиражная комиссия из завучей и медработников. Снятие проб различных, поэтому это мы делаем ежедневно, причем несколько раз в день, потому что это и завтраки, и обеды, это разное питание, поэтому это мы делаем постоянно, систематически. Домашняя еда, принесенная в школу, вот что по-настоящему вызывает переживания у директора. Дело в том, что без официальных постановлений надзорных органов запретить детям приносить домашнюю еду из дома невозможно. А разрешение чревато отравлениями и прочими неприятностями из-за неправильного хранения блюд. Если это какие-то мясные продукты, которые лежат целыми днями в портфеле, в целлофане, задыхаются и так далее, то, конечно, мы несем ответственность за здоровье ребенка. И, безусловно, я не могу допустить, чтобы ребенок ел вот эту испорченную уже продукцию. Впрочем, подавляющее большинство лицеистов питается в школьном кафе, в котором трудится команда опытных поваров. Главный кулинар Оксана Крылова считает свою работу образом жизни и уже привыкла к строгим нормативам и постоянным проверкам. Первым делом мы заходим, переодеваемся в свою специальную одежду, моем руки, волосы мы все убираем под колпак. Мы ходим без золотых украшений, то есть у нас ничего нету. Ни булавки, ни заколки. В список грядущих реформ войдут не только пункты о смене посуды и столовых приборов. Цикличное меню, то есть рацион на 10 дней, будет усовершенствован, а еда обыкщена большим количеством витаминов. Новый документ уже поступил в управление Роспотребнадзора по Ульяновской области. Данный документ впервые предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню, чего не было учтено в действующих санитарных правилах. Определяет обязательное включение в меню пищевых продуктов, обогащенных витаминами и микронутриентами, бифидобактериями, и предусматривает использование исключительно иодированной соли. За качество продуктов, поставляемых в учебные заведения, будут отвечать компании-поставщики. Проверить добросовестность городских операторов аутсортинга не составит труда. Ульянских всего два. Районные школы обслуживают десятки индивидуальных предпринимателей, за которыми гораздо сложнее уследить. Например, Ундровский лицей обслуживает дочерние предприятия известной фабрики минеральной воды. Директор лицея считает такой союз благополучным, даже если бывают небольшие недочеты. Если поступают какие-то замечания, мы обязательно на них реагируем и стараемся их исправить. В общем-то, если говорить о сегодняшнем питании, мы качеством питания и качеством обслуживания довольны. Наша съемочная группа прибыла как раз к завтраку учеников младших классов. Судя по активному опустошению тарелок, геркулесовая каша с бутербродами пришла с детям по вкусу. В школе очень вкусная еда. Порции нам всегда хватает. Она всегда свежая, вкусная и горячая. Мне нравятся макаруны с сыром на завтрак. А больше ничего. Больше всего мне нравятся сосиски с гречкой. Мне все нравится то, что готовят бавара. Возвращаясь к теме Санпинов, стоит отметить, что повара не страшатся новых стандартов качества. В коллективе пищеблока Ундоровского лицея уверены, что более высокие требования не омрачат рабочий процесс. Да, конечно, мы готовы все это соблюдать. Но они могут быть и драконские, но я считаю, что по нынешнему времени так и должно быть. Потому что сертификаты, они сертификатами, но пища, она есть пища. Поэтому нужно где-то помыть, где-то замочить на какое-то определенное время. Все должно соответствовать норме. Я считаю, что это все правильно. Потому что это детское питание. При всей слаженности работы поставщиков и поваров нарушения, тем не менее, имеются. В 2018 году половина проверок Роспотребнадзора закончилась составлением административных протоколов. Но, по словам сотрудников, речь идет о мелких недоработках. Чаще всего выявляются такие нарушения, как неудовлетворительное санитарно-техническое состояние пищеблока. Требуется проведение косметического либо текущего ремонта на пищеблоке. Иногда мы выявляем, но достаточно редко, к счастью, необоснованную замену продуктов. Контроль и правда жесткий. Ни один немаркированный продукт и ненадетая перчатка не ускользнут от глаз экспертов. Такая дотошность не может считаться необоснованными придирками. Ведь кормить детей – это слишком ответственная задача. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.